В Молдове вот уже почти 100 дней страна живет без премьер-министра. Назначить нового не могут из-за политических разногласий. Из Кишинева наш корреспондент Ирина Пивоварова. Бизнес еле дышит, доходы в бюджет падают, экономисты предрекают. Через пару месяцев в Молдове начнутся перебои с зарплатами. Искать деньги у внешних доноров некому. Временное правительство не вправе вести переговоры, а новый кабинет министров не могут назначить с декабря прошлого года. Молдавское правительство сейчас как беспредальница из пьесы Островского. Одни долги и проблемы. Кабинет министров стал разменной монетой в политической борьбе. По одну сторону президент Майосанду, по другую ее предшественник и лидер партии социалистов Игорь Дадон. Мы становимся солдатами дурацкой и бесполезной войны между политиками. Один не умеет проигрывать, другой выигрывать. Придя к власти, Санду настояла на отставке премьера Иона Кику. Но ее главная цель – досрочные выборы в парламент. Якобы его нужно очистить от коррумпированных депутатов. На самом деле рейтинг партии Санду действует солидарность подрос. И это дает надежду на дополнительные мандаты. Единственная легальная возможность распустить законодательный орган – это спровоцировать правительственный кризис. Ведь Кабинет министров назначает именно парламент. Все себя любят. Когда же меня-то кто-нибудь любить будет? Доведете вы меня до погибели? Игорь Дадон хочет сохранить позиции своих соратников во власти. Недавно даже создал парламентское большинство с партией ШОР. Оно, кстати, предложило уже двух кандидатов на должность премьер-министра. Но последнее слово остается за президентом. А она демонстрирует упорство. Выдвигает кандидатов, которых не желает поддерживать парламент. Сначала Наталью Гаврилицу, затем ближайшего соратника Игоря Гроссу. Игорь Гроссу – кандидат фейк. Такой же, как и кандидат ноль Наталья Гаврилица. Они люди, которых цинично использует президент страны в своих политических экспериментах. Майя Санду сказала, что хочет парламентских выборов во время пандемии. Какой смысл голосовать за Гроссу, если он скоро по вымышленным мотивам подаст в отставку, чтобы быстрее прийти к выборам? Игорю Гроссу припомнили старые грешки. Во время президентских выборов он мешал жителям Приднестровья проехать на избирательный участок. Я должен быть с моим народом и не допускать, чтобы сепаратисты влияли на демократические процессы в республике Молдова. А еще отличился буйным нравом. Во время драки в парламенте был на передовой. Голосование за Гроссу, как и ожидалось, провалилось. Большинство депутатов покинуло зал. Сам он, похоже, и не расстроился. Я не верю в добрые намерения этого парламента и знаю, что досрочные выборы – это единственная возможность его очистить. Пока же в Молдове третья волна пандемии. Смертность на пике, а в Минздраве нет полноценного министра. Судьба правительства зависит от конституционного суда. Он даст понять, что делать президенту дальше – распускать парламент или выдвигать нового кандидата в премьер-министры. Ответ можно ждать недели или месяц. Вот только не доставайся же ты. Никому. Ирина Пивоварова, Александр Борейко для программы «Вместе. Молдова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова